Дорогие братья и сестры, слава нашему Господу, что Господь усмотрел для нас время благоприятное и благословил наш путь прибыть в дом молитвы, пристать пред лицо Господа Бога, чтобы слушать Слово Божие и общаться с Ним. И первое место, которое я буду читать сегодня, это книга притчи, 5 глава, 4 стих. «Но последствия от нее горьки, как полынь, остры, как меч, обоюдоостры». И следующее место, это послание к евреям, 12 глава, 11 стих. «Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью, но после наученным через него доставляет мирный плод праведности». И я хочу сегодня проповедовать на эту тему «Последствия греха и воспитания Господня». Вот вы знаете, Писание Библии открывает нам, что грех вот не преподносится так, как яд, как поизон. Грех так не преподносится. Вот давайте обратим внимание даже, как было в начале, когда когда-то змей, дьявол подошел в образе змея, чтобы обольстить Еву, он обратился к ней такими словами. «А подлинно ли сказал Бог, что вы не можете есть ни от какого дерева в раю?» Она сказала, «Нет, нет, как же, мы можем, только вот есть одно дерево, которое посреди рая Божия». И Бог сказал, «Не прикасайтесь и не укушайтесь, чтобы вам не умереть». Но дьявол объясняет, что «Нет, не умрете, но знает Бог, что когда вкусите, будете как Боги, знающие добро и зло». И вот я хочу прочитать из третьей главы книги «Бытие», шестой стих. «Что же после этих слов случилось с женою? «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знания, и взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел». И посмотрите, что произошло, как в современном мире называется реклама, адвертайзмент. Вот и он начинает открывать глаза. Оказывается, вот посмотри, обрати внимание, нет, ты не умрешь, и вообще вы будете как Боги, знающие добро и зло. А дальше все скрыто, как в современном бизнесе. Вот когда вам что-то предлагают выгодное им, самое вот так вот предлагается, большими буквами, красиво, а потом такими маленькими, что у кого только зрение хорошее, может прочитать. Все правила потом, потом встретятся, но человек сразу обращает внимание, ты посмотри, какие хорошие условия, и соглашается. А все остальное придет потом, потом он узнает, кому было выгодно. И вот она посмотрела, оказывается, дерево хорошо для пищи, оно приятно для глаз и вожделенно. И вот так преподносится грех. Если бы грех преподносился вот в том, в сути, как он есть, то бы даже мирские люди обходили и боялись его. Но оно все так преподносится, чтобы человек захотел, чтобы загорелись глаза его, чтобы он пожелал, что, ну надо же, что-то от меня было хорошее скрыто. И вот так случилось с Евой и с Адамой. Она укусила, дала мужу, и открылись глаза их. Но, дорогие друзья, я прочитаю, что Бог сказал, какие будут последствия. Вот вы укусили, вы сделали, вы подумали, что вот счастье большое пришло к вам, благословение в жизни. Жене сказал, умножая умножу скорбь твою беременности твоей, в болезни будешь рождать детей и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Так что, дорогие сестры, не жалуйтесь на мужей, если что, то как господин у вас в доме. Но это так Господь определил, это последствия греха, непослушание. Было непослушание, это было сразу не убийство, это не страшное, кажется, преступление. Это было непослушание, непослушание заповеди Божией. И оказывается, она уже под... Есть владыка, господин в доме, в болезни рождать детей, все радуются, ждут. Вот это все последствия. Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ела дерево, о котором я заповедовал тебе, сказал, не ешь от него, проклята земля за тебя, со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, тернии волчьи произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Вот это последствия греха. Адам и Евой жили в самом прекрасном месте. Никто после этого не жил в раю. Все для жизни, что Бог как посмотрел, как он сотворил, как все сделал для человека, и сад, который насадил. Он сказал, хорошо, весьма, все так прекрасно, все так приятно, ни тернии, ни волчьцев не было, ни колючек, ни холода этого, который с северного полюса пришел и нас даже достал. Ну ничего не было, все так благоприятно, так прекрасно, все мирно, звери не угрожали, все мирно и спокойно, благословенно. Все дышало, дорогие друзья, приятными благоуханиями, издавало эти прекрасные звуки. Только наслаждайся, человек, радуйся и живи. И все это было в один день потеряно. И кроме этого, еще не все. И выслал его, то есть Адама, Господь Бог, из сада едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. Вот это все было, дорогие друзья, последствия греха. Вот то, что случилось с Адамом и с Евою. И выслал его, написано, и изгнал Адама, и поставил на востоке у сада едемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни. Уже никак не пройдешь. Херувим стоит, пламенный меч, ну никак невозможно уже дойти до этого дерева жизни. Вот такие последствия греха. А все в начале было так прекрасно, так разрисовано, так рекламировано. Но казалось, счастливая впереди благословенная жизнь. И еще что-то узнаем. Еще с чем-то познакомимся. Еще что-то будем знать. И вот, дорогие друзья, мы, когда читаем это, вот такая на земле сейчас жизнь. Зло, грех преподносится и по сей день рекламируется в красивой обвертке. А какая начинка, она скрыта. Потом человек узнает, с чем он столкнется. Один брат рассказывает про сына. Сынок работает вот в ресторанчике, подъезжает черный и говорит, это за фри. И подает ему наркотик. За фри. Вот никогда я не слышал, чтобы они раздавали эти машины молодым людям за фри. Пачку денег. Ну на тебе. Ты начинаешь жить. Пусть будет тебе. Просто так. Они так вот не раздают. А наркотик за фри. Потому что он знает. Следующий он будет уже искать сам. Чтобы его найти. Этого продавца. А первый за фри. Может быть два дадут. Все в красивой обвертке. Дорогие друзья. И многое чего и в магазинах. Продается очень красиво. И это бизнес давно понял. Чем красивее, тем лучше. И там даже очередь может быть. Интересуется. И реклама настолько изучает психологию людей. Вот как бы найти. Заинтересовать. Чтобы прямо глаза загорелись, как у Евы. И тогда точно будет успех. И они знают, что они получат прибыль. Здесь, о чем я прочитал, дорогие друзья. Перед этим тоже так же написано реклама. Ибо мед источает уста чужой жены. И мягче речь ее. А потом уже то, что я прочитал. Но последствия от нее горьки, как полынь. Это надо попробовать каждому из нас полынь. Чтобы понять, почему полынь приводится. Что, какая горечь в полыне. Острый, как меч. Вот последствия. Последствия, последствия такие. А начало все такое красивое. И если человек, и особенно христианин. Который служит Господу. И который мало заглядывает в Библию. А смотрит много времени, уделяет на этих, которые рекламируют себя. Он может попасть под обольщение. И попасть в грех. Если будет заигрывать со грехом. И здесь, дорогие друзья, очень много таких красивых слов, таких мягких, таких приятных, чтобы обольстить. Чтобы обокрасть. Потому что так и написано. Враг приходит, чтобы украсть, убить и погубить. Но никогда не стучит в дверь и не говорит, вы знаете, я враг, я пришел вас обокрасть. Нет. Все преподносится совершенно в ином свете. И здесь, как мед источают уста чужой жены, и мягче или речь ее, но последствия от нее горьки, как полынь, и остры, как меч. Вот такие будут последствия, дорогие друзья. Вот такие последствия. Какие страшные. И дальше 11 стих. «И ты будешь стонать после, когда плоть твоя и тело твое будут истощены. И скажешь, зачем я ненавидел наставление, и сердце мое пренебрегало обличением. И я не слушал голоса учителей моих, не преклонил ухо моего к наставникам моим». Это будет потом. Потом, может, позднее раскаяние, здоровье потеряно, враг уже обокрал. Ни здоровье, ни счастье, мать, ни семьи. Враг все обокрал. Через интернеты, через порнографию, через нечистых женщин. Обчистил, обокрал. И всего нету. И человек, ну зачем я был такой глупый? Я был в таком прекрасном месте, как в Едеме, среди народа Божьего. Слушал проповеди, наставления. А Библия моя была покрыта пылью. И я не хотел слушать проповеди. Мне не нравилось обличение. Зачем я такой был глупый человек? И вот сейчас оказался в таком положении. Дорогие друзья, вот так случается на земле. Не хочет слушать проповедников, не хочет слушать пастыря. Не слушается родителей. И попадают под большой обман. Под большой обман. А потом над ними насмехаются, смеются. И вот как брат свидетельствовал. И враг будет считать. Все, выхода у тебя нету. Все. Уже жизнь твоя закончена, нету выхода. И враг будет насмехаться. Тот, который обольстил, преподносил все так прекрасно. Потом будет толкать к другому шагу, чтобы отнять все уже. Дорогие друзья, вот это последствия. Вы знаете, что я хочу еще прочитать другое место из Священного Писания. Это 23 глава тоже говорит об этом. 23 глава книга притчи, 31 стих и ниже. «Не смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно ухаживается ровно. Впоследствии, как змей, оно укусит и ужалит, как аспит. Глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое заговорит в развратное. И ты будешь, как спящий среди моря, и как спящий наверху мачты». Вот в таком человек может оказаться положение. Говорит, не смотри, оно так рекламируется, в такой упаковке красивой, так преподносится. Это и для здоровья, говорят. Это и для аппетита. Это для лучшего настроения. Ну, как бы заманить человека, а потом последствия будут, как мы прочитали. Потом придет разврат, потом придет обольщение, потом, дорогие друзья, человек заговорит в развратное и будет делать беззаконие и грех. А вначале все так красиво, все так приятно, все так прекрасно рекламируется, преподносится. Говорит, а вот такие будут последствия. Вот так Библия предупреждает, вот так Библия говорит. Дорогие друзья, я вот в жизни встречался с одной, знаю одну сестру, которая сделала в юности свою ошибку. Вышла за неверующего мужа. Она не послушалась, не захотела слушать наставлений и сделала ошибку. Непослушание, только непослушание сделала. Вышла за неверующего мужа, а он оказался настоящим бандитом. И вся ее жизнь прошла очень тяжелой. И надо все делать и трудиться, и детей рождать. И она говорила сестрам своим так, которых верующая мужья. Вы, говорит, сейчас уже в раю. Вот она сравнивала, смотрела на свою жизнь и на жизнь сестер своих. Она говорила, вы сейчас в раю, вы не представляете, какая у меня жизнь. Вот один грек, одно непослушание только сделала. Вышла за неверующего. А тот, наверное, обещал. А тот нарассказывал. Она по молодости, по молодой глупости, как сказать, послушалась. Не Господа, не наставников, не учителей. А вот этого обманщика. И всю жизнь. И муж, когда уже умер. А последствия все равно остались. Тяжелая жизнь. Вот такая, дорогие друзья, такие последствия греха. Когда мы читаем Писание, то мы находим, дорогие друзья, что и в Писании об этом написано. В Писании об этом написано. О том, что за последствия. И когда мы читаем, то Иосиф, он убегал от греха. Иосиф, он убегал от греха. И вы посмотрите, тоже ему было нелегко. Он убежал от греха, но, казалось бы, что его постигло? Попал в тюрьму. Попал в тюрьму. И вы думаете, от легкой жизни, от хорошей, он просил вот того виночерпия, которого он сон истолковал, что вспомни обо мне, когда тебе будет хорошо. Скажи за меня фараону. Ну, ты же там будешь. Ты возле него. Ты можешь сказать, выведи меня с этой темницы. Я ничего худого не сделал. Как вы думаете, от хорошей жизни? Ну, кто бы просил бы хорошая жизнь, да еще что бы просил. А то очень тяжело все равно было там ему. За ничто. Молодой человек, проходят годы, он сидит в этой темнице, но он убежал от греха. Но это Бог испытывал его. Но он правильно сделал. Он убежал от греха. И потом случилось необыкновенное. С тюрьмы человек был поставлен вторым после фараона. И я думаю, в истории больше никогда такого не было. Второй человек на второй колеснице провозгласили, преклоняйтесь. Иосиф, ты владыка над всем Египтом. И фараон заявил, без тебя никто не смеет рукой даже повеселить или ногой во всем Египте. За что? За то, что оказался верным Господу, убежал от греха. Если на земле Бог дает такое благословение и возвеличивает, как же на небе, когда Бог сказал, что пред ангелами моими святыми исповедую то имя, кто оказался верным. Дорогие друзья, а вот мы читаем за Давида, что он не убежал от греха. Был такой момент. Он, наоборот, пригласил в дом свой грех. И когда он пригласил, все было скрыто, казалось, все хорошо. Но Бог послал к нему пророка в дом. Сказал притчу о том, что вот как богатый человек, к богатому человеку пришел странник, а у него было много скота, много овес, но он пожалел, и у бедняка забрал одну овечку, которую он воспитал, которая была рядом возле него, и он забрал. Давид вознегодовал. Смерти достойен этот человек, должен четверо заплатить. О, если бы он знал, кому он выносит суд. И после того пророк говорит, ты этот человек. И Бог начал говорить, я тебе все дал, и царство, и жен, что тебе не доставало, я бы добавил, зачем ты сделал это зло? А он поигрался с грехом. Оно было тоже в красивой обертке. Все было так приятно. Дорогие друзья, так из-за Моисея написано, там тоже написано, что он не захотел иметь временное греховное наслаждение. Оно так преподносит, как наслаждение. А лучше захотел страдать с народом Божиим. Это Моисей. А Давид не пободрствовал и поигрался с грехом. И, дорогие друзья, Бог сказал, за то, что ты дал повод врагам Моим засловить, меч не отойдет от дома твоего во все дни жизни. Вы представляете, как это страшное наказание? Никогда не будет отменено это. Никогда. За то, что он так и сделал. За то, что поступил так. И кроме этого, проходит время, что случается. Да, он покаялся. Господь сказал, я снял вину. Но последствия греха продолжились. Умирает сын, обесчешенно изнасилована была дочь, снова убивают сына, потом сын на него восстает, и он босой из царского дома уходит. Уходит. Вокруг него идут верные, сильные люди, которые готовы стоять за него. Его злословят. Он говорит, пусть злословят. Может, Бог презрит на мое смирение. Эти бы люди защистили его. Но Давид понимал это последствия. И он босой удаляется. Удаляется через пустыню. Терпит лишения. Это все. За что? Это все последствия греха, дорогие друзья. И потом восставшего сына этого убивают. Он говорит, Ави Солом. Кто бы дал мне умереть за тебя? Дорогие друзья, это все прочитать легко, но перенести это в жизни, это все последствия греха, ужасного и страшного греха, который преподносятся так красиво. Человек не думает. Молодой открывает интернет, и нет бы туда, значит, чтобы Библия была прочитать, чтобы получить наставление, как написано, дорогие друзья. А он открывает плохие сайты, лезет туда, и не знает, что за этим смерть стоит, за этим змей стоит, за этим преступление, за этим осквернение. Он не знает, а там поджидает ужасное. Дорогие друзья, да поможет нам Господь помнить эти вроки. Это так написано. Почему я люблю Библию? Если бы люди написали, они бы Давида, которые друг Божий сделали бы таким святым, как эти вот, понаписывали некоторые вот святых на иконах. А Бог показал все, как есть. Все, как есть. У Него все открыто, все обнажено. Он показал все и сказал всем нам, учитесь и знайте, что есть очень горькие, как полынь, последствия от греха. Знайте. Знайте. Но Бог любит человека. И когда мы спотыкаемся, когда мы падаем, мы прочитали, дорогие друзья, послание к евреям. Если человек осознает, где-то он споткнулся, где-то у него есть грех-недостаток, он может покаяться. И Бог его начинает воспитывать. Когда человек этот любит Господа, и я здесь прочитал, всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью. Но после. Это вот после. Но после наученным через Него доставляет мирный плод праведности. И этим воспитанием занимается Господь. Дорогие друзья, «Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо если какой сын, которого бы не наказывал отец, если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны». Дорогие братья и сестры, я хочу сказать для всех нас. Если мы знаем в жизни свой грех, и мы не терпим наказания, нужно забить тревогу. Это страшно. Если человек делает тайный грех, и Бог не взыскивает, мы здесь прочитали, это страшно тогда. Бог может не взыскивать, как я понимаю, по таким причинам. Или человек только начинает жизненный путь, малоопытный, Бог любит, и воспитывает такими методами, очень легкими, незаметными. Но если человек продолжительное время служит Богу, и делает какой-то грех, и не видит суда, это очень страшно. Это очень страшно. Потому что здесь мы прочитали, наказание всем общим, для всех принадлежит, если человек приступает. Но если нету, тогда человек, получается, не принадлежит к сынам Божьим. Это страшно. Я читал свидетельство из одного человека, который был близко к Богу, в общении с ним, и приступил, отступил, стал делать грех. И вот он в сновидении, по-моему, два или три раза, подходил к новому небесному Иерусалиму, и стучал в закрытые ворота. Но голос был оттуда, твоего имени здесь нету. Он еще на земле, он еще живой, но он отступил, и он был близко с Господом. Господь его употреблял. И после этого, он, живя на земле, уже имя его вычеркнуто. Это очень страшно, дорогие друзья, когда мы заходим далеко, не каемся, не исповедуемся, не приводим себя в страх Божий. Это очень страшно. Он на земле, вот на земле, получил, дорогие друзья, живяное откровение, получили другие откровения, значит, о том, что угодили Богу, угодили Богу. Енох получил это свидетельство, живя на земле, что угодили Богу, Бог взял его, а этот, живя на земле, получил свидетельство, что имени его там нету. Как это страшно, дорогие друзья, сохранит нас Господь каждого. и доградит, чтобы не случилось ни с кем, кто слушает Слово Божие. Но если мы замечаем, то нам нужно бежать к Господу, бежать, исповедоваться, каяться, исправлять пути свои, дорогие друзья, чтобы гнев Божий не постиг нас, чтобы Господь нас простил и освободил от всякого беззакония и помиловал нас, дорогие друзья. И я хочу прочитать еще и книга притчи, 19 глава, 20 стих. Слушайся совета и принимай обличение, чтобы сделать от себя впоследствии мудрым. Слушайся совета и принимай обличение. Дорогие друзья, если научится каждый молодой человек и всякие слушающие Слово Божие слушаться совета от Господа, от Господа, от богобоязненных людей, от родителей, которые любят, от наставников, от пастырей, от учителей, слушаться совета и принимать обличение, то впоследствии, впоследствии будут. Сделается человек мудрым. Будет мудрость от Господа, чтобы хранить от путей насилия, от путей зла, от путей греха, от путей неправды. Сделается человек мудрым. И эта мудрость будет от Господа. Возлюбленные братья и сестры, давайте в этот час мы помолимся, поблагодарим Господа за это время благоприятное, что Он говорит сердцу нашему. И если ты сегодня услышал Слово Божие, и Дух Божий обличал, и обнажал тебя, и показывал, спеши Господу, исповедуйся, освободись от греха, беги от Него, как от лица змея, чтобы Он не ужалил тебя, не поработил тебя. Ищи свободы, ищи благословения, ищи жизни. Как и написано, я предлагаю, Господь говорит, и советует, избери жизнь, чтобы жить. И Господь и предлагает, и советует, избери жизнь. Она в Господе нашем, Иисусе Христе, в соблюдении этих наставлений, этой премудрости Божией, этих заповедей. Давайте об этом помолимся, чтобы нам, дорогие друзья, всегда помнить в жизни, что как горьки последствия от греха. И как, дорогие друзья, приятный плод праведности, когда Бог исправляет нам, помогает нам выйти победителем, сказать, нет греху, и служить Ему в чистоте сердца. Аминь. Помолимся. Спасибо. Спасибо.